Телеканал КРТ представляет Иди, веди меня Там происходили вот эти процессы Вот как это? Обмен жидкостями Выдыхайте Меня вот в этом всем волнувся 1 Какие-то очень резиночки Бедный швейцарец сам моет свой мерседес Японские ученые установили как далеко пингвины стреляют фекалиями Почему опять Сороса дергает? Присвоит звание Героя Украины Потапу Тоже 10 человек проголосовали Плюнул из носа пузнечиком в рот другому человеку попал доброго прекрасное субботнее утро в эфире ваша любимая передача три кандидата сегодня у нас специальный гость три кандидата возможно вы его даже где-то видели возможно даже на этом канале это или слышали да это тарас это я все регалии перечислять и регалии не за столом просил у нас в программе на самом деле сейчас свершится каминг аут тарас будет говорить по-русски вы же не знали а оказывается он может папа может папа может и я тоже чего-то могу знаете у нас есть такой персонаж папа не ешь маму да не ешь папа-маму да не так на это реально за дамы знали темологию его фамилии выдохнуть дорогие друзья давайте так перед тем как мы перейдем книж папа не да 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 вот такой вот голос и я хотел бы есть традиция традиция приходить к вам с какими-то очень важными очень полезными в первую очередь поэтому и поэтому я не придумал ничего более важного для вас чем такие опознавательные значки чтобы люди понимали от кого чего ожидать с кем и дело давай так но кирилл не разжигай но это можно это можно на машину туши но вот александра к вам точно готовилась у меня тоже треугольник так и будет это так много треугольников что у меня ощущение что на самом деле я попал масонская ложа мне можно все вот даже разжигай лёша гаси в паре вы должны понимать что с учетом того что здесь появился я возможно для некоторых людей служба церковных будет будет интересен назад выпуска поэтому обязательно его необходимо сохранить на вот эту вот флешечку а куда передать я думаю вы знаете а мог же принести дискету перфокарту насколько у нас в конце концов сиди 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 и не дивиди меня и не разжигай не смотри вот я смотрю раз ты зашел с козырей начале знаете как говорил один человек если вы не можете избежать драки бейте первыми кирилл покрасил аж прям от слова и ин английский да потому что они и да да вставка песня на европейску знаете ю избе даже когда-то на евровидне выдвигалась put in да 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 это от грузика кремля вот здесь рука нога дам и про есть хорошая добрая новость хорошая мне понравилось соскучились по путешествиям на тайване запустили фейковые полеты люди садятся в самолет который никуда не летит мне кажется нет это как есть поезд с получением киев киев это самолет тайвань тайвань акции организовали авиакомпании china airlines и eva air заявки подали 7000 человек которые хотят посетить самолете на самом деле это франшиза франшиза которую взяли украины вот в 2014 году мы сели на поезд в европу и здесь эта же идея была применена на тайване так что ничего нового но не но с другой стороны так вдруг это внутренние поезда приехать приехать вот например не за на поезд на самолет посидеть выйти я помню у нас популярны еще лет 30 назад были всякие когда самолеты выставлялись где-то в городе там какие-то ресторанчики организаторы то есть мы эту традицию на самом деле вот можно космических кораблях не знаю как самолетами но с поездами вы уже более высоко разобрали новость что даже кинотеатр в самолетике хорошо что французские парфюмеры очень озадачены тем как украинской железной дороге удалось собрать весь букет запада не просто будет а такой стойкий аромат вот они ломают голову на тем как применить шанель бризму там шанель сколько ну дня два три а тут вся жизнь не знаешь как потом отмыться вот самолетами у них тоже это какой-то устойчивый свой запах вот есть запах самолета есть это встреча навстречу путешествиям ты летишь и прямо чувствуешь что вот она свободой запахом туда курочку уже разворачивает яйца там уже собой же нельзя ничего особо пронести только из duty free вы кстати когда в самолете летаете таритесь таритесь тарик тарится я раскрою такой маленький секрет что я не я летаю ты будешь но чаще во сне стараюсь пока не очень получается но я как-то когда взлетаю не особо думаю о еде вот я я думаю о высоком я как-то вспоминаю свою жизнь и прочее но у меня маленькие проблемы с высотой вот не люблю высоту представляете вот так смотрю вниз думаю можно все видно но вот взлет и посадку почему-то вот боюсь ушки закладывать ушки в сердце барахнет знаете кто нас любит летать кирилл до залетный вы наш куда вы собираетесь у меня кстати редко эти ночной лаукосты садят возле окна поэтому я никогда ничего не вижу вот но есть когда не летали на кукурузнике это вообще здорово на два да 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 я растет парашют один раз спрыгнул да и вот трясет но больше всего человека который видит как трясет крыло вот так вот так порта и боишься да я раньше боялся а как спрыгнул с парашютом если боишься это преодоление его выкинули и как тебе помогло нет это все это миф боишься драки влазь в драку получил нет детства просто мечтал быть десантником но не твое поэтому пошел подводники на не ну в фонтанах я и так купался поэтому десантником как бы нет главное что я уже не стал алкоголиком и уже это большой поздно ну да в штатах студенты устроили соревнования кто первый заразится к вид 19 тот получит выигрыш для этого не организовывает вечеринки вечеринка они а затем выигрыш деньгами сбрасывались не знаете не вечеринки а штат алабама в городе тускалуса но это что-то больше такое финское штат алабама ты курила я так понимаю кто-то таки получил выигрыш организаторы приглашали на вечеринку людей которые заболели к видеть нации чтобы подхватить болезнь самостоятельно и заразить других людей что будет делать город с такими соревнованиями неизвестно с такими прекрасными социально ответственными людьми правда одну это круто на самом деле слышите по а в чем проблема если сам президент хотел заразиться для того чтобы продемонстрировать вечеринки не проводил ну не знаю можно не то нет ни котлетные вечеринки будка видные вечеринки да вот что на пятом этаже на улице банковой проходит вечеринки монатика позовут он споет вечерин очка вечерин очки новость про либертарианство американский институт выступающий против господдержки получил господдержку институт айн рэнд на то там любила писать книги там про атланта расправить вечерин переводили у нас же родители тоже читаешь выступающий за не вмешательство государства в бизнес и экономика получил от государства помощь в миллион долларов по федеральной программе защиты зарплат как вам такое не ну последовательно правда да слушайте знаете я наверное даже придумал стих умом америку не понять аршином общем не измерить ну там еще надо доработать что-то вот я просто отличная новость причем из америки было еще другая новость не вспоминается полицейский который записывал просто такое видеообращение он говорит ребята интересная ситуация образовалась значит собирается митинг против полиции вот и митингующие попросили полицию чтобы они охраняли митинг против полиции ну правильно это классно и что полиция сама вышла на этот митинг ну защита же нужна протестующим конечно не мирный это же мирный митинг да да не но мне кажется все очень логично они очень последовательно поступили да вот как указывало их учение ну вообще я считаю что они должны разгонять все эти темы абсурда это государство решило их наказать и дать оказать им поддержку они такие нет ни на мне нужно нет спасибо миллион мы не мы не хотим мы это не пытались их подкупить наверное это все конечно не подкупили не можешь остановить возглавь вот теперь государство борется с государством и они там придумали какую-то очень хитрую отмазку из серии что это же деньги все равно должны справедливо распределяться потому мы и обратились возьмем и распределим справедливо вот я бы конечно наверное проверил бы проверил бы их а может им специально дают денежки на то чтобы они сделали какую-то коррупционную схему с надежда на то что среди организаторов этой акции все-таки найдется пара украинцев и их возьмут за живое и как бы все не да вот видите а некоторые у нас же читают вот всяких атланты расправил плечи плечи да атлант как он оставил гречи и так далее затарил гречи а тут такое вот вот как креативно все-таки да да то она там то у нас тут есть еще креативные жителя с кашечек саш каковне чек житель эстонии застрял в аэропорту филиппина 100 дней застрял на филиппинах 100 дней жителя эстонии застрял в аэропорту филиппина 100 дней Ну, так он же из Эстонии-то заманил. Мне кажется, это что, новость? Он прожил в аэропорту Манилы 100 дней. Его мечта посетить эту страну не осуществилась из-за его серого паспорта иностранного гражданина Эстонии. Серый паспорт? По прилету в Манилу его не пустили, а когда у него должен был быть вылет назад, он опоздал на рейсе. Долго ты меня манила, манила. И на Манилу. А как он жил в этом аэропорту? Мужчина жаловался, что более трех месяцев спит на полу, плохо питается, практически не видит солнца. Фильм «Терминал» просто. Крокозии больше нет. Писал в фейсбук. Мне кажется. А вот, кстати, вот он. У него был свой кусочек аэропорта. Два квадратных метра. Вот помните, там Илон Маск когда-то давно... Хотел тоже в аэропорту поселиться. Пару лет назад, кажется, рассказывал о том, что собирается экспедиция на Марс и собирает претендентов. И вот я считаю, что самые лучшие претенденты это Прибалтия. Потому что куда вы их не отправьте, они... Как? Уже? Мы уже приехали. Да, то есть вот такая определенная задержка. Мы только вылетели, а уже приехали. На самом деле, просто это был транзитный перелет какой-то. Он ожидает своего рейса. Который никогда не прилетит. Сто дней. Нет, а мне просто интересно, а где он брал еду? Ну там... Или он, наверное, подходил, знаете, к другим пассажирам, он говорит, дайте, пожалуйста, на еду, я тут живу в аэропорту. Так, секундочку. Между прочим, у вас, гражданин, есть опыт ночевки в аэропорту? Как, расскажите, как это все происходило? Вы себя почувствовали почти, что жителям... Ну, беженцам почувствовал. А кто-то ночевал хоть раз где-то? Я в аэропорту ночевал. В аэропорту? Да. А на улице? На улице нет. А слабак. На улице они не выпускали на улице. Ну, опять-таки, это был аэропорт не Манилы, а Вены. В языке, тут есть тоже, наверное, некая разница. Манила-Вена. А что вы там делали? Манила-Вена. Оперу, небось, слушал. Манила-Вена, новый кофе с криптонитой. За зафером поехали, да? Кофе пил по-венски. Вот. Ну, а что делать, Вене? Действительно. Не, правда. Хочешь кого-то обидеть? Говоришь, едьте в Вену, кушай за хер. Кушай. И все. И все. И все. А то в Манилу отправим. Ну, да. Да. На сто дней. В Швейцарии пассажир забыл три килограмма золота стоимостью 200 тысяч. Доллар. Теперь его ищет полиция. Вот. И врач, который лечит у него склероз, тоже его ищет. Слушайте, ну... Ну, вот представьте, забыл. Вначале ему врач вылечит склероз. Он вспомнит, что он забыл на 200 тысяч золотой слиток. Заплатит. И потом уже нужен другой врач, который будет ему восстанавливать сердце. Снимать стресс, да. Да, да. Нет, заплатит врачу, который восстановит ему память. Сначала какую-нибудь там... Нет, а вот как это вообще можно забыть? Я тебя сейчас прочитаю. Швейцарская полиция с октября 2019 года разыскивает владельца трех килограммов золота, забытых в одном из поездов, следовавших из Сан-Галена в Люцерн. Согласно швейцарскому законодательству, у него есть пять лет, чтобы подтвердить свое право собственности. Так что, если ты можешь... Это отпечатки будут снимать у него? Не знаю. Нет, ну а вот как это может забыть золото? Вот такое количество золота. Мне просто даже интересно. Вот человек, то есть он взял из банка, наверное, да? Из ячейки. Все очень просто. Это лишь в том случае, если для тебя это не представляет никакой ценности. Вот как для нас, да? Телефоны здесь сейчас оставить, уйти, что там? Или еще нет? Или мы еще не на том уровне? Ну ладно, Кирилл очки, например. Телефон очки, очки. Это самое главное. В итоге, да, да. Наверное, это не какая-то вот... Не такая большая ценность. А может, это было какое-то ограбление? А может, вообще, это схема легализации дохода? А может, это золото не настоящее, как в Китае, да? С шоколадкой, с оберткой, золотой фольгой. А может, шура, чтобы проверить, пилите, шура, пилите. А может, просто швейцарская полиция настолько тактична, что они... Но они не будут, знаете, их пробовать. А то, на самом деле, действительно, вот эти всякие наши шоколадные батончики только в фольге. Они же не будут их пробовать. Ты понимаешь, что тогда шоколадно-валютный резерв надо все время обновлять? Шоколад же имеет срок годности. Понимаешь? Уж нельзя положить навсегда? Это швейцарцы, не забывайте. Это весьма странные люди, которые... Помните, был референдум, проводился по поводу того, чтобы им просто платили деньги. Просто говорят, люди, вот мы государство сейчас возьмем и будем вам платить денежку. 1800 франков. И что их плебисцит? Против. Против. Не надо нам денег ваших. Но потому что... Я знаю, но это подробность. Это подробность, да, да. Потому что в них там хотели что-то отобрать. Но зачем вот эта вот досказанность? Потому что мы сейчас вот расскажем на самом деле, как это все есть, и мы разрушим этот миф о швейцарцах. А мы его специально строим для того, чтобы... То есть я так понимаю, что в Швейцаре, в принципе, это вообще обыденная практика, когда люди в авоськах возят золото килограммами. В авоськах. Исключительно. В поездах. Вот так заходят... Чтобы экологично. С авоськами. Кто-то с таким этим, кто-то с маленьким. Нет, просто кто-то кричит, чья авоська с деньгами? Говорит, простите, это моя изменить. Нет, это не с деньгами. Это с бриллиантами. Наши бы возили... Это с платиной. Кравчучками. Все бы возили обязательно... Золото. Ну, золото, кравчучками. О, как, подождите, у нас было золото полубодка, и что? Мы же сразу свозили его куда-то. Кирилл, так, может, это вот они и возят части все. У нас золото. Чем отличается бедный швейцарец от богатого? Бедный швейцарец сам моет свой Мерседес. Я просто продолжаю мифы про зажиточный запад. Про запад зажиточный. В США Бористо получил 50 тысяч долларов, чаевых. Это так, представляете, как у него зарплата, все так, чаевых. За отказом служить клиента без маски. Недовольная клиентка пожаловалась на него в соцсетях. Вместо этого запустили флешмоб и скинулись этому бармену. В общем, насобирали 50 тысяч долларов. Это человек специально обученный, который варит вкусный кофе. Да, в Старбаксе. Не такой вкусный, как наш Элькофин. Ребята, это на самом деле очень крутая бизнес-модель. Работать и зарабатывать на сочувствии у людей. То есть надо что-то такое сотворить, чтобы массы людей нас пожалели. Мы сразу же обращаемся в краунфайдинг и зарабатываем деньги. Я думала, ты сказал, что классная идея, это скрыто прорекламировать кофейного спонсора. Элькофин? Что? Что тут? Реклама в программе? Там есть продолжение этой новости, что... Бариста был в баре Элькофина, я понял, в Америке. Но кроме этого, вот эта женщина, которая, получается, заварила эту всю историю, что ее не обслужили, она, когда узнала, что он заработал вот эти деньги, она пытается половину себе отобрать. Леша, а ты не думал, что она хотела заварить кофе, а заварила историю? Чувствуешь? Немножечко. То есть она считает, что он как бы должен с ней поделиться? Мне кажется, он должен купить дорогую машину, найти, где она живет, и парковаться возле нее, ну, желательно в кабриолете. Нет, знаете, это старый-старый анекдот, когда на радио в стол заказов дозванивается человек и говорит, «Здравствуйте, я хочу передать привет тому, кто сегодня в нашем заведении потерял кошелек, в котором лежало там тысяча евро, две тысячи долларов и пару тысяч гривен». И говорит, что вы хотите сказать? «Поставьте ему хорошую песню». Так и тут, понимаешь, она просто вот хотела немножечко себе... Нет, ну вот, да, то есть она посчитала, что это же благодаря ей. Старались же вдвоем, да. Ну, подождите, а в итоге она без маски была, да? То есть она ковид-диссидент. Может, не знаю, может, она на эту вечеринку шла? На вечериночку шла, ехала. И бармена хотела пригласить. Как раз вечеринка должна была в этом баре состояться. А тут она приходит, а какой-то сидит и говорит, «Я вас не обслужу, у вас маски нет». В итоге она и не заразилась, и теперь заразилась. Ну, слушай, а почему Виктор Ляшко может без маски в кафе сидеть, а женщина какая-то не может? В чем? Ну, в чем? Ну, почему так? Ну, это же несправедливо. Ну, как бы... Ну, Ляшко что-то мне выкладывает эту фотку, что не собирает деньги. Ребята, смотрите, я нашел теперь бизнес-модель, как помогать Украине. Теперь мы все, вот четвером, как минимум, и также наши телезрители должны приходить в кафе без маски и доводить все до того, чтобы нас не обслуживали. Но перед тем, как человек нас не обслуживает, мы ему распечатку про этого мальчика и такие, возьми. Будь в курсе. Будь в курсе, да. Иду пришлем, значит вооружен. Будь соучастником. Тут есть еще интересная новость. Поделимся потом. Подобное. Сотрудница шотландского Макдональдса узнала о беременности и родила в этот же день. Жительница шотландского города Данди не знала о своей беременности, пока у нее не начались роды. Вы, скажем так, ее зовут Дейзи Ярд. Я не заметил потери бойца. Не, ну представьте, у человека вильно-касса все время, вильно-касса и... Да, на самом деле на месте Макдональдса они должны были бы сразу этого малыша трудоустроить. Сказать, у нас сразу подрастает новый... Нет, назвать Рональд Макдональд. Да, да, да. По первому. 9 июля Дейзи Янг обратилась в больницу, так как ощущала необъяснимые судороги в животе. Врач предложил, что пациентка беременна. Но она считала, что это невозможно. И, в общем, пока она спорила с врачом, у нее начались схватки и роды, и вот, и такие шотландцы бывают. А все, подожди, у меня в голове сразу, если кто-то видел фильм «Парфюмер», я не говорю, там читали, да? Да, да. И там, с чего начинается, что там женщина продает рыбу, да, на рынке средневековом. На площади, да? Да, и у нее начинаются схватки, она падает под стол с рыбой, там, тадам, новая жизнь, да? Она перерезает пуповину и встает дальше, продает. Ну, слушайте, я думал, это вымысел, а тут, оказывается, вот бывают все-таки радости в жизни. Почему? Потому что нет русского языка на выбор. Был бы, то она бы сказала, что она знает, что она беременна, а так? А так. Ну, это, насколько я знаю, там празднички, они заканчиваются, да, на какой-то длительный период. То есть она этого тоже не заметила. Ладно, ладно. Она просто стояла на кассе. Занята была. Она, как это, на кассе всю жизнь стояла. Нет, вопрос другого. Слушайте, вы представляете, какой уровень эксплуатации человека, что он просто не замечает, во-первых, что он забеременел. Ребята, а вас не насторожило, что она не заметила, что... Ну, как бы, а как процесс... Если она все время на кассе, как она успела забеременеть? А то и сам... Кстати, да, почему-то в новости об этом не рассказывает. Это можно сюжет снимать. И почему-то мне эту фразу о счастливом отце. Да. Который заметил и ждал, пока не заметил. А потому что счастливый отец уволился уже там и... Мак Джобс. Забрал заказ и ушел, да. Да, но это кошмар. Правда? Кошмар. Нет, я считаю, что Мак Доллард... Люди сгорают на работе просто. Нет, я считаю, что Мак Доллард должен взять такого ребенка на воспитание. Обязательно. На бургер. На бургер. Нет, не надо вот этих вот плоских шуточек. Какое-то... Оно отставить. Нет, детское меню просто должно быть теперь еще и для грудничков. Не только. Ну, конечно. Разработали бы вот Мак Доллард. А она, наверное, будет, ну, мамой компании. Надо как-то вот так ее уже позиционировать. Так, тут еще есть... Инвест-няня. Алексей, инвест-няня. В американском городе легализовали отношения сразу с двумя партнерами. Вот. В городсовете с Амервилла. Случайно не в том городе, где ковид-вечеринки. Нет, это была Алабама. Это штат Массасюсис. Проголосовали за указ о внутреннем партнерстве. Он фактически вводит в правовое поле так называемые полиаморные отношения. Полиаморные. Это легализовано впервые в мире. А не правда? Только полиаморные. В 1918 году, когда большевики... Ты еще помнишь, да? Да, да. Ну, я на самом деле... Раз уж маленьким был еще. Сейчас будут эти шутки про то, что я там был. И там все такое. Следующий президент России. И там все. Нет. В 1918 году, я точно вам не сформулирую сам закон, но была возможность менять партнера раз в месяц. Ты выбрал девушку? Айда со мной. И как бы там происходили вот эти процессы, ну вот как это, обмен жидкостями, вот он происходил. А потом ребенок, который должен был родиться, отдавался, отдавался... Государственное обеспечение. Да, 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 да. Ну, в принципе, приблизительно ту же самую модель сейчас используют скандинавские страны. Есть такая у них организация Вар-Невара, но это уже ювенальная юстиция. Тут не посмеешься, да. И в Норвегии, если вы знаете, если вы приезжаете туда с детьми отдыхать, вы отдыхаете первый день, второй день, третий день, четвертый день, все хорошо, но на пятый день по законодательству этот ребенок, даже несмотря на то, что он иностранец, уже является собственностью государства Норвегии. Поэтому обязательно... Едьте в Норвегию. Да. Детей в охапку, ну если они не самые любимые, и туда. Кирилл сидит за ребенка? А там? За любимого. А там как? Что там дают? Какое-то дают? Там дают приз, говорится, спасибо. Ага, спасибо. Вы выиграли поездку домой без детей. А ребеночка вашего оставьте. У меня только один вопрос. Почему? А почему-то они приняли легализацию с двумя партнерами, а если с тремя? Если с тремя... И больше. Ну это прям как Игорь Валерьевич. Ну а как же, с тремя это квартет уже такой. Нет, а можно вообще говорить, слушайте, у меня там пять. А скажите, пожалуйста... Партнеров у тебя? Нет, ну можно же такое говорить. Это мужчина выбирает пять партнерш? Или это партнерша? Там на выбор все. Там внутреннее партнерство. Поле амурные отношения. Внутреннее партнерство. Все-таки группа Абба восстановится. И начнет свой тур. Да-да. Наконец-то. В России наоборот. Отели начнут отчитываться о заселении неженатых пар в один номер. То есть нельзя вот такая... Роспотребнадзор. Секундочку. То есть полуамурная группа туда въехать не сможет? Нет, она сможет въехать, но они не будут сразу в реестр носиться какой-то. Просто приехал один, уехал вдвоем. Нет, просто приехали и все в коридорчике только. Там, в частности, сказано Роспотребнадзором, что гостей следует размещать преимущественно одноместно или семейно. То есть полуамурная не получится. Таким образом, отели и гостиницы должны будут доказывать, что их клиенты состоят в семейных отношениях. Короче, не погулять там. Представляешь, люди едут в командировки с надеждой погулять. Чтобы навстречаться. А тут только с семьей. Говорят, я со своим. Обычно в заведении со своим нельзя, а тут как бы со своим. А есть ли вот такие, например, американские граждане приедут, и у них будет документ на поле амурные отношения? И они такие, оп, гостиница. А у нас есть документ. А вот скажите, пожалуйста, вопрос. Это если разнополые товарищи приезжают, ну, то есть мужчина и женщина, они должны как бы стоять в браке. А если два друга приехали, там, из Голландии, допустим. Две подруги. Да, две подруги. В командировку просто. Да, да. А если три подруги? Командировать. Один там командир, другой. А для них там на отдельные отели будут. Ты думал? Сегрегация пойдет такая внутренняя. Это какая-то, я не знаю. Это прошлый век. Ну, позапрошлый. И еще скажите, мужчина, да, вот архаика какая-то. Подождите, а если приезжает ребенок, а у него есть, например, няня? То что? Тут как вот ребенок. Да няня не приезжает. С няней. Да, да. Алексей, вы ставите просто в тупик наши отцы. Тем более, мальчики растут, вот они, у них пубертатный период заканчивается в 40 лет. Вот. Первые 40 лети со самым сложным. А если няня-кормилица всю жизнь ездит вместе с ребенком? Такая, понимаете, Арина Родионовна. С кружкой. А мы вас не поселим в одном номере. И ты такой. И что это не кружка, а горшок. Не могу без нее, да. Украинская модель с 13-м размером грудей пошла в ММА. ММА это такие бои без правил. Собирается ехать в Таиланд. Для подготовки и дебюта. В боях и единоборствах уже в сентябре этого года. Я представляю, какой там удушающий. Мила Кузнецова ее зовут. Мила Кузнецова. Как мило. А нам эту гостиницу сможете вселиться, если вы думаешь? Ну, в одноместный номер. А ты прям вот завелся с прошлой новостью. Мы уже дальше пошли. Выдыхайте. Да. Если у нее вселилась 13-я грудь, то она вселится в любую гостиницу. На 13-м этаже? Да. Ну, кстати, вот чертова дюжина, да, такая какая-то присутствует. Вообще, 13-й размер, это какой-то стопной. Это к Никифорову. Он, она, специалист по бюстгальтерам. Он должен как раз ответить нам на вопросы. Есть такое, нет ли такого. Кстати, а куда сделалась Руслана Пыценко еще была? Я тоже можно на какие-то соревнования. Правильно. Ты думаешь? Ну. Дадим задание редактору позвонить, узнать, куда делась. Куда, где? Где Руслана Пыценко в конце концов? Ванили. Да просто подросла уже новая плеяда звезд. Что вы так? Уже есть Мила Кузнецова. Мила. Во Львове коммунальщики нарисовали на тротуаре брусчатку, чтобы не класть новую. Вот. Это гениально. Смотрите. Только они как-то не в попад нарисовали. Надо было так рисовать. Они как-то вот... Как кладут, так и рисуют. Ну, во-первых, это искусство. Да, да. Красиво, да. Давайте начнем с этого. Мне кажется, это важно. А вот в вашем понимании искусство – это что можно относиться? Ну вот. Акционизм, акционизм, как Павленский. Вот Павленский бы сразу себя прибил к этой брусчатке. Пригвоздил. Прикрыл бы искусство своим телом. Ну вот, молодцы. А какая людям разница? Нет, ну хорошо. Траву можно покрасить? Можно. Посмотрите, ну идут, а какая вам разница? Вы по брусчатке есть или по нарисованной? Причем красят иногда вместо того, чтобы перестелать, чтобы обновить и показать. А какая вам разница? Смотрите, кажется, что брусчатка. Какие претензии? Но все равно масштабы немножко не те. Мне очень интересно, сколько это стоило. Все-таки. Балансовая стоимость. Я думаю, дороже, чем брусчатка. А вот должно быть. Потому что художник вообще взмах кисточки, взмах шпателька такого строительного, он должен оцениваться значительно дороже. Потому что это искусство. Но самый лучший искусствовед у нас, это все-таки товарищ Кличко. Почему? Потому что у нас будет велодорожка скоро. Вот. Одна? Ну, у нас их много, но одна очень хорошая велодорожка. Как в Вене, да? Кто-то часто ездит. И она будет приблизительно стоить 130 миллионов гривен. Пару километров. А где это будет такая супер у нас дорожка? Она будет сама ехать, я так понимаю, эта дорожка, да? Круто. Она не встала, и она сама тебя везет за такие деньги. Да, как эскалатор, знаешь, кто часто в аэропортах бывает. То есть у нас тут не могут эскалатор сделать на вокзале, а дорожку, которая ездит, могут. Да. Ну, так это мы же должны удивить чем-то туристов. Знаете, да. Прямо на вокзале. Вот они выходят из поезда. По кругу проезжают. И по кругу. Вот, про вокзал. В Киеве на ЖД вокзале будут измерять температуру со скоростью 120 человек в минуту. То есть поезда у нас не могут ездить. Такой дики-чан там бегает, прыгает так. Поезда не могут ездить со скоростью 120 км в час, а вот измерять температуру могут. А во-первых, смотрите, здесь очень важный нюанс, вот точность. Ну, измерять-то они могут, а измеря ли? То есть, ну, да, что-то там на вас навести, сказать, что мы измеряем температуру. У вас за одно указочкой, а вы как котик-то. Главное, что? Главное сказать. У нас какой мир? Мир постправды. И на этом надо акцентировать свое внимание. Самое-то все название дигитализированы. Да, да. А если, например, у 120 человек сразу что-то не в то с температурой? Оф, тут придется вызывать санитарный поезд. Тогда метро, хоп, клац, закрылось. Закрывается. И ножками-ножками перейти. А люди на эту дорожку быстро? Да, люди на эту дорожку быстро. И уехали, и уехали, да. В город. Дорожка будет ездить быстрее, чем электричка. Дорожка повезла в город, а там другие люди. Людям, которые попроще дорожки от Кличко, тем, которые получше, две дорожки на столе. Только две дорожки на столе. Опять из-за свое. Ветер плачется за окном, да. Ой, хорошая есть еще новость. Жители Аляски провели шоу, на котором сбрасывали свои автомобили с обрыва. Есть видео, сейчас мы вам покажем. Это не шутка. Какая-то старость Жигулей. Привет, Луну Маску называется. И сразу так. А это, я так понимаю, они выскакивали, да, из... А, вот. Ну, я себе успел. Да, да. Сразу выскакивали к апостолу Петру. Главное флаг повесить, чтобы не перепутали где. Смотри. Не, ну это здорово. На самом деле здорово. Во-первых, это красиво, да? Это красиво. Это утилизация. Подождите, а как экология? Там всякие масла, вредное все. Смотри, я опять же смотрю с точки зрения, как можно подзаработать. Это отбросы в природе. Сложность в чем заключается? Вы никогда не гуляли по Киеву? И вы видите, машина стоит евробляха, которая... Нет, подожди секунду, это не евробляха. Это современная игра в городки. Знаешь, когда нужно бросить и сбить фишечку другого? Тут такая же ситуация. Надо своей машинкой попасть в чужую машину. Ну это прям, как вот я недавно проезжал по Патону. Там люди тоже играли в эту игру. Пляшки, люди сидят. Так я вот в этом уговорил. Если задел, вот этот выиграл, это хорошо. А предыдущий, который мимо пролетел, тот мимо, мимо. И экология опять тык. Тот на второй круг пойдет. Смотрите, самое гениальное заключается в том, что... Вот я продолжу свою историю, которую вы удачно перебили. Спасибо вам огромное. Всегда приятно у вас в гостях находиться. Да, когда-то по Киеву вот проезжали, и вот, допустим, возле парка Победы стояла такая разбитая евробляха. И у меня такое страшное желание было сдать ее на металлолом. Вот, ну а как ты сдашь? Что-то ночью приехал, запаковал. А давайте не будем вот этих всяких дурацких подробностей. Да. Ночью приехал, а ее уже кто-то другой сдал. Сволочи. Так вот, придумать у нас что-то подобное. То есть сказать, я организатор очень-очень серьезного... Дисхилл Днепра. Да, да. Выиграете, соответственно, победитель, который вот попадет в другую машину... Не каждая машина долетит до средины Днепра. Да, получит чашку Аль-Кафина. Кстати, да. Не, не, в Днепр не надо, тяжело вытаскивать. Итак, вот собрать где-то человек 50 классных людей. Они соберут кучу этого металлолома. А я потом сдам. Ага. То есть у тебя такая вот идейка. Вот она что-то. Просто стартап какой-то. Прямые инвестиции. Бизнес-план. Инвест-няню надо будет тебе заказывать. Вот эту, Милу, которая... Да, да, да. Кузнецову. Милу Кузнецову. Меньше, чем на Кунис. Я не согласен. Кунис — это фамилия, если что. Турецкая. Так, кстати. Турецкий параблонерист. Взял с собой в небо телевизор и диван. Небо. Есть? Это тоже не шутка. Есть видеоподтверждение. Вот диван. Домашний кинотеатр такой. То есть он хочет просто сидеть, смотреть? Он просто... Он просто устал. Мне нравится музыка. У меня один вопрос. Как он садится будет? А не надо садиться, Кирилл. Он уже сидит. Он уже сидит. Все хорошо. Смотрите. Самый скучный человек. Судя, если с ним кто-то общается по телефону, его кто-то набирает. Ну и что, как ты день провел? Торшерчик есть, кстати. Он лежал на диване. На диване сидел, в телек пялился. Он говорит, ааа, ну ты скучный. Посмотрите, торшер. Ну все как надо. Скучный. Скукотища, да. Прям бог да. Знаешь, что. Резня безопасности нет на диване. Смотрите, внизу море. О, ну то, что нужно. Включил телек. Нашу программу. Нет, какое море? Лучше, да, посмотреть. Включит нашу программу. Вот так будет летать себе. Зачем? Зачем ему вот эти вот рассматривать виды, горизонты? Это все скучно, неинтересно. Лучше какой-нибудь там сериальчик и сезонку смотреть. И там какая-то такая внизу уже стая травоядных акул. Такая уже смотрит, следят за приземлением. Еще и селфи-палки умудряется держать рукой. И есть что-то. Смотри, продакт плейсмент, еще там гугаколку какую-то. Так, надо было Эль Кофина туда немножко. Надо было, надо было. А вот, а кто его снимает? Это какая-то камера. Селфи-палка, наверное. Рядом кто-то летит просто и прячется. А рядом там еще кресло или пуфик там. Умная селфи-палка? Смотри, у него еще там. Селфи-алка. Красивая такая лампа. Такие торшерчики. Иют, да. Такой, знаешь, уют. Дизайн интерьеров. Он очень прикольно, он садится так, типа. Что-то... Ой-ой-ой. Он издалека... Телевизор заглючил. Как-то с торможением плотно. Не очень мягкая пальца. Если издалека не обращать внимания на то, что там ниточки, то такое ощущение, что на диване приземляется богомол. Вот такой. Нормально, хорошо. Молодец парень. Кирилл, ты подготовился. Конечно, новости сегодня. Просто врага. Да. Что там дальше? Дальше? Судя по вздоху, что-то там эксклюзивное. На Филиппинах решили, что выпускной в ЗУМ это несерьезно и церемонии провести нужно. Правда, от выпускников потребовались только их головы. Вот. Вот как это было. О, Боже. Что? Что? Выпускной. Смотрите. Ну, там планшет, там чья-то фейс. Кирилл, ты хотел бы на такой себе выпускной? Тарас? Очень эмоционально там. Саша, вы представляете, что многие же школьники ждут выпускного, чтобы потом, после этого дня, сразу прыгнуть во взрослую жизнь. Во-первых, представьте себе. Во-первых, у такого человека явно кто-то, наверное, отобрали смартфон. Ну, или вот что-то за экран. Или вот они включались со своего смартфона. Айпэк, да. У такого человека отобрали душу. Вот. Нет, а как у них реально будут проходить дальше выпускной? Вот это вот плавать в фонтанах. Пьянка там все. А ты видел, что Маринка творит? О-о-о, кошмар просто. Нет, а поступление в университет. Вот такое приезжает. Экран. Ты бы принял экзамен вот у таких студентов? А вдруг он подглядывает? Слушайте, а это... На работу так можно устоять. Слушайте, а мы-то это действительно как бы наше будущее. И вот так, знаете, у нас будут здесь стоять просто экранчики. Просто до экрана, там что ты делаешь, работаю. И там просто голова ходит, смотрит. Вот программа была, вместо нас сидел бы робот и вот с какими-нибудь головами. Ну, может, раз что-то есть робот. И шутить. 3D-видеоголограмма. Не говори глупости. Голограмма Меланшона просто. О, еще есть холостная новость. Румынский сапожник делает обувь с длинным носком, позволяющий соблюдать дистанцию. Да-да-да. В городе Клуш. Григорий Луб. Пишется раздельно. Делает туфли с длинным носком. По его мнению, если два собеседника будут в таких туфлях, будут стоять друг к другу, то между ними будет почти полтора метра. С такой фамилией в политику надо идти. Нет, Саша, а город Клуш. Луб, да? Голосую за Луб. Подождите, а город Клуш? Да. Ничего? Вас не смущает? Говорят, где ты живешь? Там Клуша ходит. Что это такое? А почему вы как Клуша выглядите? А потому что у меня обувь такая. А я из Клуш. Я из Клуш напился с Луж. Обувь на самом деле очень классная. Я считаю, что она бы... В Буковеле надо такие продавать. Нет, так можно проще. И сразу ты и по магазинам гуляешь, потом на подъемник и с горы. Так я считаю, проще было бы взять старые ступли на секунду и к ним приклеить лыжи. Это уже бизнес-модель, между прочим. А посмотрите, так туда можно что-то ложить. Подождите. Наркотики перевозить очень удобно. На самом деле, я думаю, есть же вот... Шлепать детей. Это карнавальный костюм. Мог быть человек-утконос, а это утконог. А представьте. Утконог, да. Смотрите, я, во-первых, считаю, что у нас должны быть все такие депутаты в таком ходить. А как они в Раде будут? Ну вот, чтобы все вот так вот. А ну, они такие ходят-ходят, и мы понимаем, закона нормального ждать не стоит. Дресс-код, между прочим. Дресс-код. Костюм от Бриони и такие же топотули. Это гениально. Я уверен, что походка просто грациознейшая у человека. Утычками, так? Да. Пингвинчиком. А прикинь, в общественный транспорт заходишь, а тебе по ногам прошлись. Другими такими же. Другими такими же. Так, слушайте, ну это надо... За рулем не поездишь, я вам честно. А почему? Не поместишь. Вот так делать? Да, не нажмешь на пинельку. Пыром в попу не ударишь. Это можно разве что сразу заниматься водными лыжами. Все нормально, кстати. И сразу человек из горы спускается. Желательно, чтобы гора заканчивалась рекой. А представьте, как по лестницам таких. Лестницы? Это не слово больше. На 9 этаж. Это ограничение, между прочим. Это, представляете, сколько социального неравенства порождают эти люди. А если вот и в лифт не влезет с таким? Не, просто пришел домой с работы в таких. Переоделся в такие же комнатные тапочки. Не, если он в Японию поедет, то в принципе в лифт он моет и не влезет в таких вот. А там все такое в уменьшенном варианте. Миниатюрное. Да. Какие талантливые таланты живут в городе Клуш? Таланты города Клуш. Это уже какая-то ярмарка просто. Идет на мэра города Клуш. Клуш ищет таланты. Так, нам явно намекают, что надо перейти к следующей новости. В японском зоопарке оказались предприимчивые... В японском, видите, я неизренно. Предприимчивые, скажем так, руководители. И они начали продавать джинсы, которые порвали львы. Порвали львы. Ну вот, львы рвут, джинсы продаются. Я правильно понимаю? Львы, во-первых, сначала облыбзали вот эти. Подождите, ребята. Это львы-дизайнеры. Чувствуете вообще вот это? Лев-дизайнер. Лев-дизайнер. Почему они их продают вообще? По пару тысяч. 600 долларов. Ну вот. А покупают за 50. Слухо, говорит. Ты такой идешь? Вообще, на телеканале КРТ очень часто лев не советую произносить. Да? Лев-дизайнер? Да, потому что нацрада за льва-лещенко, вот, проект решения, проверку за то, что льва-лещенко упомянули, показали. А ты, надо было разделить, надо было сказать, что мы думали про льва-лещенко, это можно, они есть на каждом канале, отдельно новость про льва. Нет, надо было сказать, ты подразумевал Сергея Лещенко. Я думал, вы понимали, что не Сергей. Сергей Лещенко. Ну, случайно назвал его львом. Да, или, да, вот у него, конечно, он молодец, Сергей Лещенко, вот, ну, давайте так, не будем, не будем отвлекаться. Давайте другую новость. Кстати, тоже про Японию, про Японию, про Японию, про Японию. Японские ученые установили, как далеко пингвины стреляют фекалиями. Ну, и какая дала? Ну, далеко. Это лекция, мне кажется, Алексей, надо показать студентам. А в чем появилась необходимость изучения? Или они видели просто, что птицы, которые летают, они как-то попадают в людей, а я не могу на земле? Мне кажется, что это реально макет для онлайн-уроков. Вот эта вот украинская онлайн-школа должна взять это на вооружение. Ну, во-первых, это иностранные наработки. Во-первых, это иностранные наработки, это уже эксклюзив, это надо внедрять. Вот, и задача. Ты приходишь домой, говорит, мама, мама, мне задачу задали. Ты говоришь, садись, рассказывай, там, сынок или дочь. Пингвин, есть пингвин. Был пингвин, пингвин А, стрельнул. В точку Б. В точку Б вытерлась и обиделась. Надо рассчитать скорость полета, дальность и меткость пингвина. Тут есть объяснение, зачем они это делают. Когда пингвины высиживают яйца, они не могут двигаться. Поэтому они вынуждены отстрелять. Вот это черненькое яйцо, я так понимаю. Так вот, на расстояние до 40 сантиметров. Ну так себе. Это даже до большего. Нет, опасность заключается в том, что люди, как любые разумные существа, они сейчас воспримут это как вызов к действию. То есть где-то найдутся умные, талантливые ребята, которые поймут. Ага, я все думал, как же мне попасть в книгу рекордов Гиннесса? Ну, смотрите, потому что вы наверняка знаете и помните, что есть человек, который, не помню, то ли на 5 метров, то ли там чуть побольше, попал в... Да, плюнул. Вот так вот. Ну, ну, ну. Так. Рассказывай дальше. Есть еще хорошая новость. Подожди, мы еще это не досмеяли. Плюнул из носа, кузнечиком в рот другому человеку попал. Вот, поэтому... Нет, ребята, на самом деле с этими пингвинами должен быть какой-то еще дорожный знак, типа там, Денджер, Денджер, осторожно, тут пингвины. Вот, но есть же там лось нарисованный или какой-нибудь там... Пингвины стреляют. А вообще, на самом деле... И песня Шевчука. Не стреляй! А вообще, на самом деле, это еще может быть очень хороший способ для будущих военных стратегий. Боевые пингвины. То есть были боевые дельфины. Смотрите, да. А теперь боевые пингвины. Вот так их против против... Пингвиньи войска. Так и оп. И они так... Ловет вражеская российская подводная лодка по Азовскому морю. И тут боевые пингвины на пляже. Вот, и только там, понимаешь, высовывается перископчик. И боевые пингвин как забрызгивает его. И все, отборников нет уже. Подождите, на самом деле, там могут быть сухопутные пингвини войска. И очень интересно посмотреть, как пингвины построятся черепахой. И пойдут. В наступление. Их можно пускать куда угодно, кстати. Вот такой, ну, боевые пингвины. В общественные места? Боевые пингвины. Варшрутка Багданова. Каждый зоопарк надо заслать по такому боевому пингвину. Во-первых, он сам займет точку. То есть тут уже не нужно, он сам найдет такую точку. Само наводящийся пингвин. Боевой. Боевой, да. Вот вам и идейки, кстати. Можно, если на высоком каком-то месте, то это вообще как бы обстрел. Город. Можно сказать, город взят. То есть они будут конкуренцию голубям составлять. Тоже будут гадить. Голуби там по меркам. Ребята, в два этапа это должно быть сделано. Во-первых, первый этап это все-таки нашим депутатам обувь и склуж надо провести. И тогда они примут закон о пингвинах. Боевых. Да, боевых пингвинов. Будут вынашивать яйца пингвинов, пока пингвины на задании. И они же будут ходить как пингвины. Так что... Кто проходку не сдал, то в армию не пошел. Ты представляешь, Юзика, в этих ботинках. Боевый пингвин. Следующая новость. Ты не досмеялся еще? Можно заменить наших полицейских. Между прочим. Люди будут ходить вот в этих обуви. Вместо полицейских боевые пингвины. Но наших полицейских можно любым животным заменить. Поэтому как бы здесь вопрос... Но они умеют стрелять. В случае чего пингвины. Давайте лучше тогда верблюдов возьмем. Я, по крайней мере, знаю, как и видео. Но они не настолько экзотичны, мне кажется. Боевые пингвины... Ну эффективно. Дальше, чем 40. А вы не видели, каких животных завезли в наш обновленный зоопарк? Может, там уже все есть? И фламинго, и... Братья, о духовной радие опять не будем говорить. А почему вы так прям сразу обижаете зоопарк? А мне так хочется. И проводите технологии? Не надо. То цирк, то зоопарк, то еще как-то обзовете. Боевой пингвин. Ну-ну-ну. Давайте, Кирилл, жгите. Американец съел 75 хот-догов за 10 минут и установил рекорд. Это сейчас не все в том же городе с вечеринкой. Это в Нью-Йорке. Нет, это в том же городе, где работала эта девушка, которая родила. Потому что она почему родила? Она увидела, как он за 10 минут съел. Причем она именно не была беременна до этого, действительно. Ну посмотрите, какой он довольный. Видно, еще хочет. Ну, довольный, это, конечно, сложно слово назвать. Вот, потому что предыдущий рекорд был 48 хот-догов. Мне кажется, 48 и 75. Пять. Американец Джоу Чистнат. А у него как бы это прямо выходило? А прозвище челюсти. Честный орех? А как он их ел? Вот так просто? Не знаю. А потом как боевые пингвины, наверное. Обязательно нужно надеть обху виск-луш. Это должно сочетаться. Да. А полиция Австрии тем временем оштрафовала мужчину за то, что он громко и специально испортил воздух. Между прочим, Чистнат, это же каштан, понимаете? А вдруг это какой-нибудь замаскированный агент киевлянина? А как эта полиция вот громко и специально? Это твое любимое Вене, кстати. Житель Вены. Оштрафован на 500 евро. За то, что он испортил воздух во время разговора с полицией. Нет, специально. Я не буду говорить, как я к вам отношусь. Нет, нет, вы полицейские сохраняйте спокойствие. Freeze! Замри! А он как бы вот... Нет, а потом они говорят, это ты специально. А вы докажите, что это специально. Комиссия. Должна быть комиссия. Ребята, вот у меня вопрос. На самом деле, если... Я не знаю, как в Австрии, но знаю, что в Голландии абсолютно нормально пукать и в присутствии людей, и в лифте, и... Ну, я с этим сталкивался. А он сейчас-то путешествует, что Норвегия, то Голландия. А у нас что, нельзя пукать в присутствии людей? Ты собрался? Ну, вообще в целом. Ну, а если получается человеком? Нет, ну, если получается, ну, если талантливый человек, то, конечно же, надо... Проверить талантливый он во всем? Вы слышите, вы чувствуете, какой уровень программы сейчас поднимается просто? Мы сейчас на мансарду юмора забрались. Боевые пингвины просто, понимаешь, они покрыли... Нет, нет, ну вот, серьезно, в Европе, ну, принято нормально. Ну, а ты видел, ты слышал это? Я слышал, чувствовал, и... Реализовал. Мое возмущение сказали, это нормально. Вот, я так, а, нормально, все. Естественно. Понеслась. А ты выскал? Что это возмущение? Я, да. Да? Не, не, ну... Ну, как это происходило? Вы смотри... Знаешь, как это возмущается? Ну, что это такое, что это такое? Алексей, чтобы выскать возмущение, надо знать голландский язык. Эм, да. Понимаешь? А он сложный. Поэтому, приходится молчать. То есть, ты, Кирилл, тоже попадал в такие ситуации? Я в Голландии не был. Он создавал такие ситуации, попадал. Что там еще? Не, ну, смотрите, какая полиция вены. Все унюхали. Полиция взяла просто. Все услышали, все унюхали. Ну, это просто, да? Какой кошмар. Они берут что, дееспособных людей в полицию? А чтобы запах не чувствовать, надо было масочку одеть. Вот в Индии... Тут два стекла, резиновая масочка с таким шлангом. В Индии бизнесмен, не буду называть его сложную фамилию, создал маску из золота. Золотую маску. И теперь жалуются, что к нему подходят люди, собственно, фотографироваться. Что является нарушением социальной дистанции. Нет, у меня вот в этом всем волнует, во-первых... Перстни. Смотрите, во-первых, какие-то очень, вот эти не очень... Резиночки? Резиночки. Да, неэстетично, да? Маска весит 80 грамм. А, 60 грамм золота. Можно было цепочки переделать, чушь так... То есть она весит 60 грамм. Переплавил бы перстенек, сделал бы пару цепочек. Вот, интересно, как на Индии... Маска? Нет, нет. Житы по-богатому. Вот, очень интересно, как это звучит. А у него сразу видно, знаете, вот я думаю, что вот он идет только уже сразу понимает, что тут, как бы, очень богатый человек. Несмотря на то, что он, конечно, его природная скромность, он старался это скрыть. Ну, знаешь, тут... Ну, как-то все равно люди его... Тут, кроме маски, посмотрите на перстни. Это мы еще... Мне кажется, что... А, может, он индийский рэпер просто? Который из баллончика покрасил бижутерию. Кстати. Кенни Уэст, да? Да. Индийский. Ну, кенни-ист. 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 Кенни Уэст. Индо-ист. Тут, кстати, еще как раз... Может, он в Болливуде хочет сниматься? Вы не подумали? Может, это такая, как бы, идейка? К завершению нашей... Болливуд. ...нашей программы... Я вот тут на новое время разобрали на сайте электронных петиций президента и выбрали самые адские. Адские петиции? Парочку прочитаю. Интересно. Петиция. Президент Украины требует ввести второй государственный язык, албанский. О! Как вам? Лучше албанский. Выдать страншую МВФ каждому гражданину Украины по миллиону долларов. Вот. А ну? Так, подожди, а почему это адский? А проголосовать можно? Можно. Я буду... За эту петицию проголосовало... Сколько? ...246 человек. Присвоить звание Героя Украины Потапу. Мы круче, чем швейцарцы. Да. Присвоить звание Героя Украины Потапу. Тоже 10 человек проголосовали. Нужно Тарику присвоить. Да. Потап, Потоп, как-то вот схожи, да? Вот это моя любимая. Просто там нужны мозги. Огласить дефолт, чтобы каждый почувствовал на себе его последствия. Это хорошо. Ну, импичмент Зеленскому это тоже понятно. Это такая мелочевочка. Импичмент. Да. А нам по миллиону долларов. Объявить День независимости Траурных Днем в связи с тем, что Спрут, скрученный из олигархов правительства парламента, Соросят, агентов иностранных государств, чиновников, ля-ля-ля-ля, превратили страну Украину в колонию. Почему опять Сороса дергаете? День спрута. Попытка постоянно... Ты же предлагал вынести Сороса из избы. Смотрите, День спрута. День спрута. Ками Саркатани просто. В День спрута. Пригласить на празднование День независимости у Крым руководства МВФ, по слову G7, Сороса, Соросят, Байдена, руководство Вашингтонского обкома, транснациональные корпорации, госслужа... Вместе собрать? И тут боевой пингин выскочит. И хедшоты всем, да? А тут и в конце тут написано, запятая, и прочих кровососущих насекомых. Кровосиси! Кровосиси! Вот они, да-да-да. Насекомых самое главное. Да, есть петиция с значительным названием. Просьба и точка. Парашют. Нормальная петиция, кстати, что... Парашюта. Вот это тоже хорошо. 83 голоса. Утвердить песню «Парлына Украины» Олега Винника как гимн Украины. Что за песня? Не знаю, я кроме волчицы особо не знаю. А оказывается, есть и «Парлына». Ни что, даже про «Нино» не слышал? А «Нино»? Это вообще гимн грузинского десанта у нас. Кто не смыл, да? Сделать духовным гимном Украины молитва за Украину дзидзё. Не было ничего. Дзидзё или вот... Оце. Шедевр. Да. Или вот, разрешить людям... То есть, выполняли в Софии. Да? А, и вот это, кстати, в завершении нашей программы, это, наверное, самая лучшая петиция. Разрешить людям нормально отдыхать на море. Вот о чём думают люди. О том, что на море, потому что сейчас лето. А как нормально надо отдохнуть? Когда у нас будет программа выездная на море? Да. Как вы думаете? Тарас, подводи итоги нашей передачи. Подводите на море. Финально. Подвожу итоги вашей передачи. Спасибо больше, что не надо. На море надо ехать. Обязательно выезжать необходимо в субботу. Брать пенгвина. В субботу. Договориться с друзьями. Причём, если едет, допустим... В Одессу, да. Простоять в пробке. Вот. Если вы с друзьями, то обязательно, чтобы, ну там, у вас два человека, чтобы они на своей машине. Мы на своей... Подавать авторийские полицейские. Да, ещё... Да, то есть собрать нормальную ковид-пати на дороге. Да. Встать немножко, погреться на солнце, чтобы у вас был нормальный загар вот до сюда. И доехав до границы города Одессы, посмотреть на часы, на календарь, развернуться и поехать обратно. Прекрасно. План вообще огонь. Всё по уму. Огонь. Ну, на самом деле, я подсмотрел этот план у ребят, которые на прошлой неделе отдохнули. Съездили, да. Ну что, будем благодарить. И ждём выездной выпуск на море всей программы. Тараса, который более известен как Тарик Незелешко, за то, что он посетил нашу передачу. Мы его просто переменуем в Тарика Независка. А можно было ехать в Одессу в это время. Независка. С вами мы увидимся через неделю на КРТ в 11.15. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Спасибо.